излишняя навязчивость и выскочность всем хой с вами enjoy и это обзор последнего героя сразу скажу по поводу дисклеймера не забывайте что все-таки это обзор и мнение определенного автора то бишь меня и соответственно не обессудьте если я все-таки будут рассказывать моменты где я буду взять каких-то любимчиков героев которым не нравится или не нравится если он как говорится есть что сказать можете оставить в комментариях но если не нравится формат где кто-то кого-то обсуждает осуждает или отмечает какие-то моменты то прошу закрыть это видео и смотреть что-нибудь более приятное и располагающее для вашей психики как говорится но мы переходим к последнему герою это второй реальтик который сейчас параллельно обозреваем вместе с выжить в дубае но так как последним герой хронометраж чуть-чуть поменьше там час плюс немного плюсы по времени хронометража и поэтому выпуски я делаю сдвоенным плюс опять этот хронометраж он влияет на то что сами серии получаются довольно скомканными и не насыщены на какие-то события высказывания скоки и скандалы как это выжить в дубае было или в том же самом сокровище императора и поэтому сегодня мы рассмотрим третью и четвертую серию последнего героя и перейдем сразу к третьей серии что тут интересного ну во первых у нашей джокеры появились как было заявлено в принципе в начале будет два джокера и они появились у нас третьей серии у медведей прибавилось пополнение в виде жене искандаровой ну а у волков это стала надежда ангарская как сказал давид на синхроне надежда нам не помешает у волков действительно пока что ситуация складывается не очень по первым двум выпускам они теряют игроков своих команд но посмотрим как будет с приходом надежды короче ребят теперь ваша команда такой ну окей у нас новый участник надежда нам не помешает что касается жени искандарова то встретили ее лично для меня ожидаемо я же жени за жене искандарова наблюдающую со звезд в африке где она победила и показала свой характер потом были сокровища император и вот теперь последний герой как сама сказала искандарова пока что это будет у нее заключительные реалити больше она пока не собирается участвовать есть только прямо сильно не будут звать так вот встретили ее ожидаемо во первых она встретилась там со своей в команде медведей со своим давним другом из сокровища императора я говорю про ивана пышненко ну а коля сердюков опять же на синхроне начал говорить что дескать ведет она себя неестественно слишком наигранно перед камерами ну и шутки типа ему вместе с ваней не залетают ну я не знаю чтобы и таких людей какая сердюков обычно это так если ты считаешь что кого-то кому-то залетают твои шутки то это только ты так считаешь не факт что твои шутки могут залетать кому-то как в тебе не залетают например шутки искандаровой мне лично пока что все нравится жене искандаровой и ее юмор мне гораздо ближе чем сердюкова чуть-чуть эмоции многовато и это выглядит как-то ну и шутки пока не попадает в наши с вами ну естественно кстати самое важное что я забыл отметить то что у медведя помню только саша маслакова это который вождь и она выбрала собственно одних мальчиков себе в команду она была там единоличная скажем так царица а теперь пришла женя и она на синхронах тоже не очень этим довольна и она отмечает это хотя в глаза это не говорит на первом же испытании кстати которое было в этот день когда пришли джокеры саша правда не признается и в ответ на вопрос бородины она говорит что дескать да конечно она рада что пришла жене искандарова ну вот получается что в глаза не может сказать за глаза говорит то что думает ну вот началась скажем так игра с приходом джокеров по моему но в целом я же не могу отскочил глаза поэтому я изобразил хоть какую-то радость ну и само большое испытание пришло испытание уже говорю терминами выжить в дубае испытание за какой-то там приз данном случае это был поход в баню и набор гигиенических средств там зубные щетки и шампунь зубная паста короче довольно весомый аргумент потому что ребята уже давно не мылись и плюс еще ежедневной с ежедневным уходом тоже у них проблемы на задание было как будто подстроена специально поджигание искандарова искандарову потому что ей было знакомо вот это вот задание которые дали это нужно было провести всю команду которая завязана глазами по лабиринту найти мешочки с числями пазла потом всю же эту команду опять же завязанным глазами провести к столику где нужно этот пазл будет собирать точнее не пазл а слово фразу из букв вот и главное поставили женю искандарова который вводила всех ребят и она это делала уже звездах в африке насколько я помню не раз причем поэтому это было довольно удачный выбор ну и плюс опять же женя везде хорошо себя проявляла именно в пазлах у ребят волков этим занимался дмитрий он тоже давно себя заявлял как человек который хорош хорош во всех этих пазлах и логических задачах поэтому ему тоже дали вот такую ведущую роль а все остальные собирали ничего там интересного дальше не было естественно за кадром примеру та же самая саша маслакова говорила что вот теперь важно посмотреть как же я себя проявит как новенькая она должна победить чтобы доказать что она не зря пришла в их команду такие стандартные разговоры во всех реалити ну и как бы интрига была только в том кто быстрее соберет собственно эту фразу фраза была простая но тут вышла заминка потому что ребята плюс-минус пришли одновременно к столам где нужно было собирать фразу и там были вот эти ячеечки было понятно что первое слово потом какой-то видимо предлог а потом уже второе слово и тут случился такой интересный момент что женя собрала первое слово и оно было по моему выжить да она собра слова выжить как будто выжить в дубае все прям намеки оттуда слово выжить и дмитрий застопорился и он сначала повторил это слово выжить и они вот оба потом стояли в раздумьях и никто не решался них это слово разобрать чтобы передумать как говорится пересобрать слова и может быть что-то новое придумать не только вот дмитрий потом все таки решается он снова пересобирает это слово «выжить», понимая, что как-то не получается фразой из слова «выжить», как будто реально «выжить в Дубае» они хотели собрать. И в итоге Дима, пересобрав, неожиданно натыкается на такое собрание из трёх букв «ост», и тут его осеняет, и он начинает сам себя ругать, что он сразу до этого не додумался. А фраза была легендарная, легендарный лозунг этого проекта «Остаться в живых». Собственно, группа B2 так свою песню в скобочках и называет «Последний герой в скобках остаться в живых». Действительно, легендарный лозунг, и как-то сразу в голову ребятам почему-то не пришло, но на то они игры, что выполнение стресса Дейнолин порой мешает нам думать. Дим, ну что? Я все. У меня все падает внутри. Легендарная фраза нашего проекта «Остаться в живых». Таким образом, волки у нас победили и получили заслуженный поход в баню, и вот эти самые гигиенические принадлежности. И они пока там наслаждались баней и сушками с самоварами, точнее, с чаем с самоварами, с самоварами с чаем, чуть не сказал. А наши ребята от «Медведей» получили некое задание, мини-задание, скажем так. Им нужно было там какую-то головоломку собрать, и в итоге они получили за этот топор. Очень нужная вещь, кстати. Ну и еще также ребята, «Медведи» нашли поросенка, вдруг неожиданно откуда-то. И вместо того, чтобы его использовать для еды, не стали они этого делать, они его поместили в сундук. У каждого племени есть сундук, куда кладут им гречку, еще всякие там штучки. Они поставили вот этого поросенка, закрыли его и попросили у духов тайги, чтобы им вместо этого поросенка, которого они пощадили, выдали вот тоже какие-нибудь гигиенические принадлежности, мыло, там, шампунь и так далее. «Мочалка» «Мочалка» «О!» «Моя любая!» «Надо открыть, нет?» «Нет, это...» «Большой шампунь, шесть зубных жестких щеток, семейная зубная паста» Ну и на второй день было задание то самое за тотем с иммунитетом для всей команды. Кто побеждает, та команда и не будет голосовать за того, кто должен уйти в этом выпуске. Задание было интересное, парное, то есть это было прям противостояние. Единственное, что как обычно, нужно одного игрока убирать, потому что у команды медведей, племени медведей, гораздо больше игроков, на одного человека больше. И путем каких-то там жеребевок, или нет, да, по-моему, жеребевка была. Да, на скамью подсудимых, на скамью запасных путем жеребевки ушел Николай Сердюков. Вот везет ему, кстати, по поводу вот этого. Три игрока, которым постоянно везет в проекте «Последний герой» за вот эти вот три, даже четыре серии, следующий тоже будет, которым постоянно везет с уходом на скамейку запасных на любых заданиях, как на тотем иммунитета, так и за какую-нибудь еду или снаряжение. Вот Сердюков один из них, кому постоянно, вот скажем так, в кавычках везет уходить на скамью запасных. А задание было простым. Ребята должны были в три раунда попарно выходить друг против друга на ринг, который находится в центре водоема, и сталкивать друг друга с помощью щита такого подушки. В первом раунде ребята выбирают соперник, точнее, ребятам выбирают соперников друг другу, ставят в пары сама ведущая, то есть Бородина, последующих двух, во втором выбирают сами уже ребята друг другу соперников, Бородина только порядок объявляет, ну и в третьем раунде уже нельзя будет выбирать того, кого ты выбирал до этого, с кем ты был в пареньке до этого. Ну, в общем, вкратце, думаю, правила понятны, и вот из-за этих три раунда подсчитываются очки и то племя. У кого больше побед, тот и получает тотем с иммунитетом. Пришлось всем переодеться, подождать пока стихнет буря, и мы готовы продолжать. Итак, первыми бойцами первого раунда стали Алан от Медведей и Лось от Волков. Ну, что тут интересно? Во-первых, я так думаю, что ребята примерялись к щитам, и как это вообще все будет происходить, поэтому оба, я считаю, толкались руками, и были там моменты, когда и Алан, и Лось для друга задевали руками. Ну, единственное, что смешно было, что Лось жаловался, что Алан чуть ли ему не с локтя заехал в нос. Если бы это так было, у Лося, наверное, бы уже там нос кровил бы вовсю. Ну, не суть. Суть в том, что еще, кстати, Бородина отметила, что это Алан только руками начал действовать, хотя там они оба отличились. В итоге упали оба в воду и переиграли снова, но Алан уже подушкой все-таки вытолкал Лося. Еще смешнее был второй раунд, когда встречались Ксения Суркова от Волков и от Медведей, Саша Маслакова шла у нас, и тут вот тоже благородство, и эта лавстори продолжилась, Лось потащил Ксению зачем-то на ринг, на плечах, чтобы она не замочилась. Ну, видя, какие габариты у соперниц, было понятно, что Ксения и так окажется в воде. Так оно и случилось. Зачем нужно было ее тащить на плечах? Ну, бог его знает, красивая картинка, видимо, была для кадра, нужна была. Другие части тела, для выталкивания, кроме щита, Алан, использовать нельзя. Лось несет Ксюшу, чтобы она не промокла. У них там что, некая романтическая линия, что ли? Давай, выталкивай! Да! Прости, малыш. Ксюша какая-то суперслабая, просто... Забавная была битва, конечно, с Женей Искандаровой и Надеждой Ангарской. Джокеры, как говорится, встретились лицом к лицу в третьей серии. Ну, понятное дело, что за кадром все посмеялись, и сама Женя и Надежда понимали, что это будет международное, что там Надя сказала, дескать, что давай договоримся, чтобы не падать в воду, если ты чувствуешь, что ты и так упадешь, лучше скажи и сдайся, и все. Но она, видимо, плохо Женю Искандарову знает. Та не стала сдаваться, и все. Ну, упала в воду, и, понятное дело, что проиграла Ангарской. Что еще интересного? По росту совпали у нас Паша из Медведей и Давид от Волков, но там тоже все было понятно. Давид очень был сильно заряжен с самого начала этого конкурса и прям довольно энергично вытолкал Пашу за борт этого ринга. Что ж ты делаешь? Ой, это Надь, Надя, Надя. Будет реванш. Надя. Поехали! Пашка, давай! Просто нокаут! Ну, а Дмитрий проиграл Ивану Пышненко. Тут тоже по габаритам. Я думаю, и так было понятно, что Дмитрию было сложно бороться с довольно крупным Иваном Пышненко. Итог после первого раунда. Три очка у Медведей и два очка у Волков. Второй раунд, как я уже говорил, ребята уже сами себе выбирали соперников. И тут, кстати, сразу же вызвался... Точнее, не вызвался, а объявили, что Паша должен выбрать. И Паша сразу же сказал, давай реванш, Давид. Я хочу отомстить. Ну, собственно, он и отомстил. И так довольно сильно приподнялся в глазах, я так думаю, сокомандников. Ну, кроме Коли Сердюкова, скорее всего. Домой! Просто домой! Короче, я запутался сильно уже в этих всех... Я так посмотрел сейчас сценарий, который я писал. Очень всё запутанно, и кто с кем боролся, я думаю, вы и так сами посмотрите серию, если вам интересно. Ну, самое интересное, я рассказал, кто кому проиграл, кто кому парировал и так далее. Скажу так, что у Лосяна, например, не получилось добить Алана, скажем так, потому что в третьем раунде он снова вызвал Алана, хотя он не мог его вызывать, потому что в третий раун, как я сказал, нельзя было вызвать того же соперника, что и до этого у тебя был. Но у него там был выбор между ним, Аланом, и Сашей Маслаковой. Он сказал, что я не могу поступить со принципами. И Паразян сказал, ну ладно, мы тебе разрешаем, выбирай того, кто уже был, потому что ты не можешь выбрать девочку. Ну, Алана, он в итоге поиграл, кстати, проиграл, но в итоге, кстати, Надежда потом сказала закатом, что если мы такие и будем все благородные, она про Волков имела в виду, то мы тогда никогда не будем выигрывать на этих испытаниях. Но оно действительно так, потому что что мешало выбрать Сашу, этому Лосю, если бы это принесло им очки какие-то. Но с другой стороны, опять же, с Надеждой не согласен, потому что если бы Александра выбрал Лося, ой, Лося Александра, Лось если бы выбрал Александру, то он победил бы ее, да, понятное дело. Тогда бы Алан остался бы Надежде, а тут победил бы, скорее всего, Алан. И как бы разница, перестановка мест, как говорится, ничего бы не дало, потому что все равно бы проиграли. Ну, в итоге Волки-то и проиграли с красивым счетом 10-5. 10 очков у Медведей и 5 побед оказалось у Волков. И это оказалось недостаточно, и Волки отправились на голосование. Были разбиты, никто не хотел ехать на совет. Ну, что поделать? Ну, а на самом голосовании были интересные вопросы, как всегда, Бородину подготовили. Она довольно, так это, провокационно подразнивала того же Лося по поводу его статуса вождя. И пыталась хоть как-то его растрясти и понять, кто же вылетит. Она понимала уже, скорее всего, я так думаю, Ксения понимала, что вылетит Ксения, да, ее тезка. Она тоже задавала ей вопрос, почему ты такая сидишь понурая. Но в итоге она все равно ушла. И довольно так это понятно и предсказуемо это было, потому что действительно слабый игрок. Кстати, почему слабый действительно? Она вот именно на этом большом испытании, которое он за иммунитет, она единственная, кто отказалась уже на третьем раунде от борьбы, сказав, что типа я уже понимаю, что я не смогу победить ни Искандарову, ни Маслакову. Поэтому смысл мне идти третий раз падать в воду. И она просто отказалась, даже не попытавшись. И вот это, я считаю, такое было подписанный приговор, что тебе пора домой. Ну, собственно, Давид даже за кадром и сказал, что ей пора домой отдыхать. Трейлер четвертой серии в третьем выпуске был гораздо более нагнетающий. Там прям казалось, как будто будет такой накал страстей. В принципе, накал страстей и получился, но не настолько уж прям насыщенный, как в самом трейлере. Потому что, как всегда, в трейлере напихают все, а в самой серии это все вот так размазано. Сама серия четвертая началась с того, что Алан все-таки поймал какое-то животное, точнее, выдру. Он уже даже успел ее разделать втихаря от других ребят, особенно девочек. Потому что они не очень были довольны. Но в итоге все все равно это мясо поели, которое он поймал. Они там и сердце, и почки, что-то там пробовали все это поджаренное. Короче, мясо добыл Алан. И это было такое интересное для выживания, для выживали, я бы сказал так, событие. Потому что, ну вот, действительно, вот этот проект показывает, что если ты хочешь есть, как говорится, пройдется поступить со своими принципами. Ну и потом началось само испытание. Больше ничего такого интересного не было в этой серии в начале. Испытание касалось опять мяса, только на этот раз мясо морала, стейк морала предлагала Ксения Бородина за выигрыш. Она, правда, пошутила, что вот медведям оно особо не нужно, но у них вот там выдра есть, но могут добавить себе еще в рацион мясо морала. Опять же, по традиции, медведям нужно было кого-то убирать, и это была такая жеребевка с помощью веревки, там они ее тянули-тянули, и, кажется, в конце два участника, на ком закончится эта веревка, те и не участвуют. И, как я уже говорил, везет у нас тройки игроков, которые постоянно вылетают из обоймы участников у медведей. Если до этого был Коля Сердюков, теперь добавляется Алан. Вот он постоянно тоже не везет ему в жеребевках, и он постоянно не участвует в испытаниях. Но Алан не один оказался, там оказался еще и Саша Маслакова. И, как сказал Коля Сердюков за кадром, такое равноценное достаточно выбывание игроков, потому что одна слабенькая Саша у нас, и Алан сильная. То есть, ну окей, хотя бы не два сильных игрока у них ушли. Получается, не принимает участие Александра и Алан. А задание было простым. Ребятам нужно было держать на весу специальные мешочки всей командой. То есть, двое не участвуют, а четверо держат мешочки каждой команды. Точнее, сначала один мешочек висит, а потом через какой-то период каждый из игроков по очереди бегали за другими мешочками, которые отвязывали и навешивали соперникам. И снова вставали свои команды держать свои мешочки. И вот кто первый, собственно, эти мешки, точнее веревки отпустит с мешками, тот и победит, и заберет это мясо морала. Но интриги этого особой не было. Единственное, что случилось, это то, что у Давида оборвалась веревка, и это привело к ничейному результату. То есть, все заработали мясо морала. Я так думаю, что редакторы решили делать так пир, так пусть все уже ребята покушают в этой серии, и всем выдали стейк морала. А в лагере, кстати, в это время происходит небольшой такой перевес в то, что ребята, особенно именно у волков, ребята теряют какие-то грани среди вождей, то есть там лось себя очень странно проявляет, больше инициативы начинает исходить. Вот Надежда Ангарская, которая большой опыт в последнем герое, и она вот начинает гонять, грубо говоря, ребят, чтобы они нормально обустраивали лагерь. Как я уже восхищался до этого, и снова восхищаюсь у медведей именно такой шикарный лагерь. Еще топор они заработали, как я говорил ранее, они себе целый навес сделали, прям и дом у них большой этот шалаш. У волков, к сожалению, все очень плохо, плюс еще им, наверное, не повезло с локацией, потому что у них такой склон, и вся вода вечно течет. Короче, это немножко странновато, что ребята прикрываются только вот этим склоном, и не могут придумать, не хватает у них как-то сообразительности, чтобы сделать себе даже на склоне как-то удобный дом. Ну, не знаю. Неужели только на этом склоне можно жить? Нельзя чуть-чуть сдвинуться и найти, где там нет склона. Короче, непонятно мне. Маленько повис своим весом. Вот это было очень неприятно. Ну, зачем так себя вести? Ты же приехал сюда играть. У меня ручка порвалась. Поэтому я считаю, что ничья. Что касается, кстати, взаимоотношений, именно вот это тоже показали в трейлере, именно на этом вот задании. Вначале зацепились у нас немножко Надежда Ангарская и Коля Сердюков. Она сказала Надя, что, дескать, надоело мне вот это жужжание, и что во все дырки лезет у нас Коля Сердюков. Ей-то не нравится. И на синхронах она там еще пошутила насчет этого. Ну, а Коля пошутил тоже в своем стиле, но не очень красиво, и называя себя каким-то дядей, которого Надя не знает. Ну, камон. Это, по-моему, ты не знаешь Надю Ангарскую, и она старше его точно, чтобы так с ней разговаривать. Ну, не люблю я вот такой стиль общения, такой, как у Сердюкова, наверное, поэтому я бы с ним тоже не сошелся. Чтобы молчать можешь? Поздравляю вас! Поздравляю вас! Молодцы! Излишняя навязчивость и выскочность. Надюш, тебе привет большой. Я тебя чпокнул, и ты едешь домой. Понятно тебе? И хамить дядям не стоит. Я тебе не рекомендую. Что касается жеребьевки на вот этом испытании, где нужно будет ребятам бороться за иммунитет для команды. Снова, как я уже говорил до этого, у нас Алан и Коля Сердюков такие лидеры среди тех, кто не участвует в заданиях, потому что жеребьевкой им не везет. Тут случилось все наоборот. Остались последними... А, нет, не наоборот. Алан снова получил... Алан вообще в серии испытания большая дыхает. Алан снова получил... Там были шишки, которые помечены. Если они помечены, значит ты участвуешь в задании. А если не помечены, значит ты не участвуешь. Так Алан вышел первым, снова вытащил непомеченную шишку и выбыл из участников этого задания. То есть он всю серию вообще у нас не участвует в заданиях. А вторую шишку для того, чтобы не участвовать в задании, И получил у нас другой участник Который не менее часто, чем Алан и Коля Выбывают из игроков В заданиях Оказался Павел, причем это вышло очень интересно Потому что он, Павел И Николай остались вдвоем последними И должен был бы идти Коля И выбрать из оставшихся двух шишек Которые одно и точно не помеченное То есть 50-50 И Коля сказал, ой нет, не люблю я эту рулетку Не люблю я эту 50-50, не люблю эту монетку Иди ты, Паша На самом деле это очень хитрая позиция Потому что Коля отправил Пашу, чтобы снять с себя Ответственность, потому что если бы он взял бы И оказался бы вне игры Потом легко было бы сказать, что вот, дескать Я не выбирал, это вот мне так совпало Типа все шишки В прямом смысле он скинул на Пашу Но Паша в итоге вытянул То, что вытянул И он не участвовал в этом испытании Не помеченное Болельщик Алан с жеребьевками вообще дико везет Почему-то Две шишки осталось? Две шишки 50-50 Пашку, давай ты 50 на 50 не люблю, это монетка Ну да ладно, перейдем, собственно, к самому заданию Это снова парное задание Но только уже не против друг друга А вместе команды должны разделиться И пройти два на два вот эти вот испытания Это такая дистанция, которую нужно проходить Ползая вдвоем прикрепленный и связанный Через вот такой приборок Доползти до половины этой дистанции Передать, как говорится, эстафету второй паре И они уже ползут снова до финиша А на финише та пара, которая первая ползла, должна будет встретить их Перенять эстафету И быстро собрать вертикальный пазл Соответственно, те, кто Ползут первыми, должны Будут собирать пазл И должны Взять на себя эту ответственность Поэтому, как бы, и поставили первых пар те, кто сказал, что они сильны в пазлах У медведей Точнее, начнем с волков У волков Ну, нет, медведей, наоборот, начнем У медведей это было понятно, что будет Ваня Паштиненко, он сразу сказал, что он силен в пазлах И, естественно, Женя Искандарова Мы все знаем, что она точно сильна в этом И, действительно, так оно и получилось Они довольно быстро справились с первой вот этой преградой Быстро ползли, особенно Женя Искандарова И где на второй половине их встречал уже Коля Сердюков с Сашей Маслаковой И они уже ползли до финишной линии У волков Надежда Ангарская сказала, что она умеет пазл собрать Ну, естественно, Дмитрий Он уже и так это доказал, что он силен в пазлах Всяких шарадах, ребусах и головоломках Но вот сама пара Дмитрий и Надежда Это было, конечно, чуть-чуть провальное решение Потому что ползти вместе им было сложно Мелкий Дмитрий и довольно крупная женщина Надежда Ангарская Ох, и тяжело было Единственное, что мне понравилось в этом задании То, что, как шутила, как всегда, Надежда Ангарская И юмор ее тоже близок достаточно Она очень прикольно пара ребра пошутила Короче, довольно забавно То есть человеку тяжело удалось задание Именно ползти Но она еще сама отшучивалась Ну, и понравилось, как Алан отметил Что ему было по-человечески жаль И хотелось помочь при надежде Потому что, несмотря на то, что она с другой командой Что ей тяжело давалось это задание Но она с ним справилась Ну, а на второй половине этого забега Были Лось и Давид Но они довольно быстро И вот это им дало Такую вот толику времени спасти Потому что ребята Давид и Лось довольно быстро справились со своей задачей И прибежали к финишу довольно быстро Нагнав тем самым, кстати, команду Медведей Которые на расслабоне думали, что все, они уже победили Но открою секрет Интрига была в том, что собирали пазл этот вертикальный Они уже буквально вместе И доли секунды только помогли Дмитрию А это была именно его победа Поставить эти заключительные части И собрать пазл первым Там буквально доли секунды Таким образом, впервые волки не едут на... Не идут, точнее, на голосование За вылет И зарабатывают иммунитет А вот Медведям придется выбирать Кого уже они отправят Домой Вот тут-то и началась главная интрига Ты не можешь вдохнуть в полной груди Потому что ремень тебе сдавливает ребра Они у меня тоже есть Их не видно Они у меня имеются По-товарищески стало немножко жаль Ну что, я нормально набираю скорость И мне нравится этот ритм Естественно, мне было сложнее догнать его Потому что рост все равно Он делает раз, мне надо два А они что делают? Они собирают, они все приползли Ну и, собственно, голосование И эта самая интрига, которую я сказал Начнем с того, что было То, что и ожидалось Потому что всю серию Николай ходил И просчитывал ходы И просчитывал, конечно, ходы Для того, чтобы самому не оказаться в номинации А в итоге он не оказался Потому что Женя Искандарова Павел и Саша Маслакова с Аланом Проголосовали против Николая Сердюкова Выставив его на вылет Но, как вы уже понимаете И я думаю, вы уже смотрели эту серию Ксения Бордина впервые воспользовалась Таким вот своим иммунитетом Это иммунитет от ведущей Раз за сезон она может его использовать Кстати, в прошлом сезоне Она так и не использовала этот иммунитет Поэтому она вдруг решила его подарить Почему-то Николаю Потому что считает, что его несправедливо Это был заговор Якобы заговор И поэтому она отдала его ему Чтобы он остался в игре Но мало того Нужно было еще и переголосовать Ну и ребята Ну, естественно, не голосую уже за Николая Ребята переголосовали И на этот раз Все-таки заговор как раз-таки Николая сработал И проект покинул Вождь племени Медведей Саша Маслакова С одной стороны, я рад А с другой стороны Я хотел бы, чтобы ушел Николай Но, видимо, редакторы пока не хотят отпускать Главного раздражителя этого сезона И поэтому его оставили Это такая классика жанра Я не могу сказать, что я здесь меньше всего делал И было слабее всех Бери свой факел И подходи Но для сравнения И в защиту опять Саши Маслакова Скажу, что последнее слово Которое было у Коли А он успел сказать Последнее слово Потому что Борде Она прям до последнего тянула И дала ему возможность Высказаться И он высказался Прям прошелся по всем Даже обиделся на Алана Что вот он ожидал от троих А вот четвертый голос Который прилетел от Алана Потому что он в Пышненко был уверен А вот Алан Получается проголосовал против него И это его прям очень сильно задело Короче, он прошелся по всем Высказал какие-то обиды Высказался, что не любят людей прямых Что он много говорит напрямую А на самом деле Он не много говорит напрямую Он говорит много Напрямую Он как раз таки мало что говорит И если посмотреть внимательно Выпуски Да и Саша Маслакова об этом говорит Что он как раз таки наоборот Всем сю-сю-му-сю И так далее И по-добренькому А за спиной в итоге Вот строит такие козни Так что Немножко привирает наш Николай Сердюков Приукрашивает свою значимость Но Бородина на это повелась И поэтому, видимо, отдала ему Этот эмунитет Либо повелась Это два варианта Либо Бородина действительно верит Что Коля такой хороший Либо действительно Редакторы просто нашептали на ушко Что надо Главного нашего антагониста Оставить в проекте Ну вот его и оставили Я ожидал Я прекрасно знал Я прекрасно знал Что Саша будет голосовать Против меня Прекрасно понимал Что Паша и Женя Будут голосовать Ну, наверное, единственное Что не ожидало Талан Ну, что могу сказать Выводы сделаны Осадочек остался Так что Давайте дальше Играйтесь Любят всегда Те, кто Сид Они любят Те, кто Имеет свою точку зрения И говорит то, что думает К сожалению Поэтому сегодня, Коля Ты не уходишь Твое время Еще не пришло На этом проект Спасибо, Ксюша Что касается Саши Она как раз таки И показала Как нужно Говорить последнее слово Когда ты уходишь Из проекта Она Всем высказала Свою симпатию И единственное Кого-то Не долюбливала Это Николай Она ему-то И сказала Напрямую Вот так и нужно Работать Со словом Нужно так Как говорится Уходить красиво Я бы конечно На месте Саши Вообще бы не говорил Но она сказала Окей Но хотя бы Это одному человеку Напрямую В ком она Сомневалась Кого она написала На вылет Но игрок Она действительно слабый И она сама это понимала Но вот Не удалось ей В этот раз Интригу сделать Кстати Ксения Бородина Еще бросила Такую фразу Что надо бы Ребятам определиться С вождем Раз они выкинули вождя Вот тоже такой Любит она Бородина Забрасывать Вот эту изюминку Чтобы немножко Ребят расшевелить Не знаю Облаков не получается Своей расшевелить Там как бы Особо вождя нет Хоть номинально Считается лось Но Незаметно это И кстати Ребята из Команды Медведей Они отмечают Что это действительно Перестает быть заметным Что вот Лось Сдувается Как говорится Ну и что касается Трейлера Тут все просто Во-первых Нам показали Что будет Видимо День рождения Николая Сердюкова Ну вот вам еще Одна причина Почему его не выкинули Хотя я не думаю Что это главное Но одна из Скорее всего Ну и показали Также что будет В следующей серии Последнее Испытание За командный Иммунитет То есть нас Скоро ждет Слияние команд Как и в еще Одном проекте Который Я обозреваю Это Выжить в Дубае Там тоже Уже экватор Проекта Но об этом В следующем видео Кстати Которое сейчас Прямо буду записывать Сразу после этого видео Кто ваш любимчик Я Как и Выжить в Дубае Оставляю пока Приберегу Точнее пока Свои предположения Кто выиграет И Кто выиграет Я предполагаю И Кто бы хотел Что бы выиграл Я оставлю До слияния команд Тогда и назову А вы можете Уже сейчас Давать свои Симпатии Антипатии Кстати антипатия У меня точно уже есть Я не хочу Чтобы выиграл Николай Сердюков Я прям Скажем так Против этого Но время покажет А пока Всем хорошего настроения И до новой серии Последнего героя Пока